Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Трума». Подношения скинулись, да, в нашей главе еврейский народ начинает первый свой общий проект. Это, конечно же, строительство храма. Ну, конечно, на строительство нужны материалы. На них мы как раз и скинулись. И что это были материалы? Золото, серебро, драгоценные камни. Так или иначе, большинство материала мы привезли с собой из Египта. Ну, а драгоценности, как вы знаете, мы собрали тоже, выходя из Египта, и большую часть вообще после рассечения Красного, или, как сегодня говорят, Тростникового моря. Но некоторые из материалов вызывают вопросы у наших комментаторов. Один из таких материалов – это «Ацейшитим». Это деревья, акации, или, как некоторые комментаторы говорят, кедра. Так или иначе, ни акация, ни кедр особо в Египте не растет, а тем более в пустыне. Ну, правда, об этом чуть позже. На сегодняшний день в пустыне Негев можно найти одну из разновидностей акации, но об этом через минуту. И, естественно, возникает вопрос, откуда взялись эти деревья, взялась эта древесина для строительства столбов временного храма. Основной комментатор Раши, он очень строго в своей стилистике, как он комментирует нашу святую Тору, и его комментарии всегда очень кратки и лаконичны. Главное его правило, он всегда объясняет простой смысл. И тогда, когда он приводит какой-то медраж или какой-то рассказ из Талмуда, он это делает своего рода, ну, извиняясь, мол, для объяснения простого смысла это необходимо, а иногда вообще просто говорит, ну, по этому поводу есть много рассказов и легенд. Но в нашем случае, по поводу акации, о которой Раша как раз говорит, что это и был кедр, Раша нам рассказывает целую историю, причем рассказывает ее дважды, и оба раза одну и ту же историю, что совершенно нетипично для Раши. Он говорит о том, что когда наш праотец Яков спускался в Египет, он предвидел, что будет муше, что будет избавление, что евреи придут в пустыню, нужно будет строить храм, им понадобится дерево для строительства столбов храма, поэтому, когда спускался из земли Израиля в Египет, он взял с собой эту акацию или кедр, и, по некоторым мнениям, он ее как раз и посадил по дороге в пустыне, отсюда сегодня и акация в пустыне, но, как говорит Раша, он посадил ее в Египте. Зачем Раша нам приводит такую целую историю, причем приводит ее дважды? И еще один очень странный момент в комментарии Раши. Раши в очень редкой для себя манере упоминает источник этой истории. Он говорит, что пишет об этом Раби Танхума, автор нескольких Медрашей, которые так и называются Медраш Танхума. Вопрос, почему Раши так резко изменяет свои стилистики, комментарии, то ли, что он этим нам хочет сказать. Последний любаеческий Рэбе большинство своих бесед строит именно на таких моментах. Он очень строго следит за строгой и четкой стилистикой Раши, и когда есть от этого отступление, он говорит, что это особый урок, который Раши нам хочет преподать. И объясняет в данном случае такое странное отступление в любаеческий Рэбе потрясающим образом. Он говорит, что ключ к пониманию именно в том, что Раши упоминает источник. Более того, не упоминает источник как название книги Медраш Танхума, а именно говорит Раби Танхума, и ключ в значении имени этого мудреца Раби Танхума Бараба. А потому что слово Танхума происходит от слова Нехама, утешение. И поэтому Раши специально говорит о том, что этот мудрец нас утешил. Объясняет любаеческий Рэбе, что Яков не просто так взял с собой акацию, а он посадил ее в Египте, потому что он знал, что еврейский народ будет находиться в тяжелом изгнании, в репрессиях и так далее. И когда уже совсем будет не в моготу, чтобы еврейский народ смог прогуляться по этой аллее, которую высадил Яков из своего рода аллеи памяти, и понял, что это не вечно, и избавление придет. А главное, эти белые акации, гроздья душистые, давали нам надежду, надежду о том, что избавление будет. А что ваша акация? Успехов! До встречи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!